Девушки отдыхают Грозы были первобытны, но все же люди уже тогда были главными из того, что существовало на Земле. Девушки отдыхают 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 Примите наши дары! 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 Примите! Примите наши дары! 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 Примите! Примите наши дары! 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 Примите наших дары! сражаться с врагами нашего племени, а в назначенную часть жениться и стать вождем нашего племени. А что если вот тут что-то болит и бьется так сильно, будто внезапно ударили ножом? Эта боль проходит только тогда, когда видишь ее лицо, ее глаза. Ты когда-нибудь чувствовала такое, мама? Да, наверное, но это проходит потом. Проходит? Я не хочу, чтобы это проходило. Это так новое и неожиданно. Не то, что было раньше. А как же танцующий днем? Ты связан с неслобом. Я не знаю. Я ничего не знаю. Ты простишь меня, мама. Мое сердце в тебе, а мой долг в племени. Вся наша жизнь во властье богов. А любовь, она тоже от богов. Хотела бы и я знать. Поздно уже. Возле костра есть для тебя мясо. Пойдем. Ты за день пустал. И до чего мы ее учим? Она все равно ничего не понимает. Вы видели, как быстрый ветер смотрел на нее? Что-то, мне кажется, он взял на нее только из-за жалости. Думается мне, что танцующий днем еще не скоро увидит его своим мужем. Да что ты такое говоришь? Она же дочь советчица. Кто откажется взять ее в жены? Нет, вы посмотрите на нее. Она как маленький ребенок. Смотрит на нас и ничего не понимает. И что похититель нашел в ней такого? Глупая она какая-то. Ну что, Яшик, научилась-то сисеть? Делай вот так. Вот так. Вот же угорать до нашего похитителя, придастить эту дурочку в племен. Ты посмотри, сеть, я ее вынести не научилась, а быстрого ветра уже поймала. Да замолчи! Мой сын никогда не выберет жены женщины у другого племени. Я лучше постараюсь еще раз объяснить, как пасти сеть. Сеть, рыба, лови. После захода солнца приходи в пещеру, которая находится возле черного болота. Но запомни после захода солнца. Женщины, заканчивайте работу. Время собирается на совет. Сегодня я собрала вас, чтобы сообщить о появлении еще одной семьи в нашем роду. Вы помните, что много лет тому назад моя дочь, танцующая днем, и быстрый ветер были обручены. И сегодня, на рассвете, всевидящее увидело знак богов, что пришло время совершить свадебный обряд. А теперь мой танец для тебя. Нет, не надо. Что? Почему? 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 Время! Кто из вас скажет, что я был последний среди воинов в бою? Ни кто бы всегда был улетит. А кто из вас скажет, что мое слово было лживо? Ни кто бы всегда был прав. Я привык больше воевать и охотиться, чем говорить. Но сейчас пришло время сказать. Я не люблю танцующую днем и не могу стать ее мужем. Танцующая днем, молодая и отважная. Каждый охотник был бы счастлив назвать ее своей женой, но не я. Но ты не можешь отказаться. Мама, племя! Он предал меня! Как ты мог? Как ты мог? Сынок, подумай, ты не можешь так поступить. Помнишь, когда мы были маленькими, ты вырезал сердце из камня и отдал его мне? Ты сказал, что это мое сердце. Но ты ошибался. Мое сердце не искал мне. Как ты мог? Я же люблю тебя. Я люблю тебя. Сынок, подумай, пожалуйста. Нет, мама, не надо ничего говорить. Я так решил. И это твой сын, всевидящая? Ты сказала, ты видела знак. Ты видела знак? Да, видела. А может, ты вообще разучилась понимать голоса богов? Не торопись. Мама, это все из этой уродины. Это на маминого. Да, да, да. Не говори так. Что она сделала тебе такого? Она даже не понимает нас. Молчи, мама. Это все из-за нее. Это она, видимо, а она... Племя. Я решила. По прошествии двух лун, быстрый ветер покидает племя. Навсегда. Танцующее днем. Это я. Мудрый лис. Не надо. Не отталкивай меня. Я причинил тебе эту боль. Меня ты должна ненавидеть. Ты не должна плакать. Ты глаза не созданы для слез. Зачем ты говоришь мне это? Тогда я опозорена, брошена. Все племя будет смеяться надо мной. Или жалеть, что еще будет. Да, и ты гордая. Я говорю тебе это сейчас, потому что быстрый ветер изгнан из племени. Никто больше не стоит между мной и тобой. Никто не стоит? Ты сказал, никто не стоит? Да ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Никто ничего не понимает. Я люблю его. Я люблю его. Моя любовь пребет мне сердце. Оно, как открытая рана. Она болит и стонет. И при чем здесь ты вообще? Много лет тому назад, когда мы были еще детьми, твой отец обручил тебя с быстрым ветром. Потом он погиб. И во голову племени стала твоя мать. Она властная и сильная. Но племени нужен вождь, мужчина, воин. Если бы быстрый ветер стал твоим мужем, это был бы наш вождь. Но его нет. Его изгнали. Что ждет наше племя в будущем? Что мне за дело думать о племени? Пусть об этом думает моя мама. Или ты, если хочешь. Да, хочу. Хочу стать твоим мужем и вождем племени. А любовь придет потом, если это так нужно. Ну что ж, пусть будет по-твоему. Нет больше любви в моем сердце. Нет в нем и нежности, и не будет пока кровь кипит в моих венах. Я не знаю точно, но мне кажется, в сердце быстрого ветра живет любовь к другому. И я должен найти ее, выследить, выследить и убить. Если ты поможешь мне сделать это, то потом ты станешь моим мужем. После огня остается только пепел. Собирайся и возьми с собой еще одного воина, которому ты доверяешь как себе. Перед закатом мы соберемся у пещеры лекаря. Там в это время, кроме его жены, никого не бывает. Я уверена, быстрый ветер придет туда за советом или в поисках крова. А теперь уходи! Мне нужно остаться одной. Я узнала ее по амулету. Может быть, рассказать ей обо всем? О, не знаю. Прошло так много зим, что с ней произошло за это время, мы не знаем. Это так просто не решить. Мы можем все узнать, когда она будет здесь. Наконец-то ты пришла. Я так рада этой встрече, если б ты знала, как я долго этого ждала. Откуда вы знаете этот язык, на котором говорит лишь одно племя? Племя Зубров! Тихо! Тихо! Больше никогда не произноси этого слова, пока живешь среди скорпионов, если хочешь быть жива. Вы сказали, что вы ради этой встречи. Кто? Ты уже знаешь, что я жена лекаря этого племени, а моего мужа загрыз дикий зверь пару лун назад. Мы много странствовали, прежде чем прийти к стоянке скорпионов. Они позволили жить нам среди них. В племени скорпионов много сильных и смелых воинов. Таким было и когда-то наше родное племя. Но столько времени прошло с тех пор. Скажи, ящерица, кто твои родители? Я не знаю. Женщины из племени мне рассказали, что моя мать умерла от непонятной мне болезни, а отец погиб в схватке с рогами. Но это неправда! Твой отец был сильным и смелым воином и знал секреты многих трав. Он не лечил воинов после битв. Но однажды случилось ужасное. После одной неудачной охоты был смертельно ранен вождь. Уже никто не смог ему помочь. Но племя решило обвинить твоего отца в злом умысле. И всей его семье грозила смерть. И вот ночью тайно твои родители бежали из пещеры родного племени. А откуда вы это знаете? Потому что я твоя. Мы знали твоих родителей. Но это было очень давно. Так значит, они просто бросили меня. Они бросили меня! Они остали меня одну! Каждый раз по ночам, когда меня никто не видел, я подползала в ходу к нашей пещере и молилась духом моих погибших родителей «Уведи хотя бы при ума в смерти!» А они просто бросили меня! Они не бросили тебя! Они знали, что племя вырастет и позаботится о тебе. А что ждало их впереди, не знал никто. И вот ты уже взрослая. Они поступили правильно, наверное. Теперь давай поговорим о том, зачем ты здесь. А откуда мне знать, что могу вам все рассказать? Ты права. В мире, где человек выслеживает человека, доверие искать нельзя. Но ты еще жива. Значит, мы не рассказали скорпионам, откуда ты. Они хотели выбрать воина. Но потом они вытолкнули меня. Мне было страшно сначала. Но потом, чем дальше я уходила, тем легче мне становилось. Было здорово. Есть орехи и ягоду и пить воду из ручья. А я даже не знала. Приду ли я к скорпионам? Да, зубры вырастили меня, и я им должна помочь. Вот, они дали мне это и попросили узнать, чем запускается это в цель. Мудрый лис, мастерил лук и стрелу. Лук? Стрелу? Стрелу ты принесла с собой. А что запускает это маленькое копье в воздух, называется лук. С этим оружием они непобедимы. Что же делать? Я наконец-то нашел тебя. Теперь я не оставлю тебя никогда. Зачем ты ее выслеживаешь? Я люблю ее. Скажи ей, что я люблю ее. Я не спрашиваю тебя ни о чем. Просто скажи ей, что я люблю ее. Я знаю, что ты понимаешь ее язык. Скажи ей, что я люблю ее и хочу, чтобы она стала моей женой. Ящик, быстрый ветер говорит, что любит тебя и хочет, чтобы ты стала его женой. Но это невозможно. Он скорпион, он враг моего племени. Но он не такой, как они все. И он действительно любит тебя, иначе бы он стал мужем другой. Танцующий днем? Да. Пусть все будет так, как сказал быстрый ветер. Быть может, это воля богов, чтобы два враждующих племени перестали убивать друг друга. Быть может, пора мира. Но сейчас вам надо бежать. Уходите. Танцующий днем обещал отомстить. Будьте счастливее о своих родителей. Почему ты ей ничего не рассказала? Почему ты мне не дала ей ничего рассказать? Она была рядом. Я столько лет этого ждала. Я не надеялась больше никогда увидеть. Но я жду. А зачем? Она выросла без тебя. А теперь у нее есть быстрый ветер. И воздадим же богам хвалу за это. Где мой сын? Где ящерица? Они ушли. Откуда ты узнала, что они были здесь? Я слышала разговор танцующий днем. Она идет сюда. Надо бежать. Всем надо бежать. Я поняла. Я все поняла. Так ты из племени Зубров. Сколько лет ты жила здесь? Это из-за тебя здесь появилась эта ящерица. Это из-за тебя быстрый ветер ушел из племени. И ты. Ты меня предала. Нет, ты все не так поняла. Предатели. Грязные предатели. Убийцы. А теперь к матери. Много лун длится война между нашими племенами. Мой отец принял топор войны от своего отца. Мой муж погиб в битве. Скажи, это война от богов или от людей. Какой знак ты видела? Я видела новую семью. А затем небо разделилось пополам. С одной стороны свет и покой, а с другой кровь и огонь. Куда пойдешь, то и найдешь. Загадки. Опять загадки. Как решить эти загадки? Мама, нас предали. Это уродина из племени зубров, а жена лекаря это ее мать. А быстрый ветер, быстрый ветер, он ишел с ней. Ну что ты молчишь? Ну что же ты молчишь? Послушай, дочь, я не хочу больше видеть убитых воинов. Пора прекратить это, да, больно? Что ты говоришь? Ты же поглялась после смерти отца уничтожить их. Это проклятый род. От них одни беды. Их тогда надо было добить, добить, добить. Я все сказала. Хорошо. Тогда я поведу наших воинов сама. А когда вернусь с головами наших врагов, мы выберем новую советницу племени. Запомни это, мать. А это ты тоже видела? ящерица прошло 7 солнечных восходов, но ящерицы нет. Мне кажется, ей нужна наша помощь. И что ты предлагаешь? Мы отправили ящерицу к скорпионам из-за того, что мы не можем с ними сражаться в открытом бою. Они убьют всех наших воинов. Да, племя зубров переживают нелегкие времена, но справедливый прав. Прошло уже достаточно времени, чтобы все разузнать. И теперь остается понять, есть ли надежда на то, что ящерица вернется и принесет это смертоносное жало скорпионов. Мы пойдем ночью скрытно. Если ящерица жива, мы найдем способ увидеться с ней. Пойдешь ты и человек боя, но вы должны вернуться, иначе наше племя больше некому будет защищать. Остались лишь только женщины и дети. Мы вернемся, клянусь копьем в своей руке, даже если мне придется наколоть на него всех скорпионов на своем пути. в своей руке. Я буду любить тебя вечером! Теперь ты приползешь к нашему костру! Субтитры сделал DimaTorzok Ящерица! Он убил ящерицу! Смерь скорпионов! Смерь скорпионов! Смерь скорпионов! Смерь скорпионов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин